Здравствуйте, друзья! Вы на канале Fit4Life. Наверное, невозможно найти в истории более эстетичного бодибилдера, чем легендарный, трехкратный мистер Олимпия Фрэнк Зейн. Начав тренироваться в возрасте 14 лет и не имея за душой ничего, кроме гантелей и мечты, он смог построить тело, которое до сих пор признается многими экспертами и простыми обывателями, как одно из самых совершенных за всю историю этого спорта. Работая на полную ставку обычным школьным учителем математики, Зейн, тем не менее, находил время на тренировки и уверенно шел к своей цели – пьедесталу конкурса мистер Олимпи. И со временем он стал настоящей иконой фитнес-индустрии. И остается ей по сей день. Вес на штанге – это абстрактное понятие. Ваше тело не знает точного веса, который вы поднимаете. Оно только распознает, насколько этот вес тяжелый. И весь секрет в том, чтобы облегчить ощущение тяжести. Многие ребята обладают лучшей генетикой, чем вы, но упорно работая на тренировках, вы можете превзойти их. Постепенное увеличение рабочего веса – ключ к ошеломляющим долгосрочным результатам, говорит Фрэнк Зейн. У Фрэнка Зейна было тяжелое детство и юность. Он родился в 1943 году в шахтерском городке Кингстоне, штат Пенсильвания, где уже подростком устроился на работу на шахту. Он много трудился и участвовал в драках самых ранних лет. Все это закалило его и дало будущему чемпиону смелость отстаивать то, во что он верил. В возрасте 14 лет у Фрэнка открылись глаза, когда он нашел в школе журнал, посвященный бодибилдингу. Подросток так воодушевился увиденным и прочитанным, что сразу купил себе набор 12-килограммовых гантелей и начал упорно тренироваться. Однако новая страсть Фрэнка нравилась далеко не всем. Отец Зейна считал, что сын зря тратит время на тренировки и должен проводить больше времени, занимаясь более продуктивными делами по дому. Однако за три года упорных тренировок Фрэнк превратился из тощего 14-летнего мальчика весом 58 килограмм, в коренастого 17-летнего парня весом 73 кило, колоссальные 15 килограмм мышечной массы всего за три года. Видя, как далеко пойдет их сын для достижения успеха, родители Зейна в конце концов решили поддержать его в увлечении бодибилдингу. Фрэнк начал учиться в университете и параллельно работать инструктором по стрельбе из лука в лагере для бойскаутов. Там же он продолжал заниматься бодибилдингом. Зейн тренировался на территории лагеря с любыми доступными весами. Дома же у него не было гантелей нужного веса и он забирал снаряды на выходные из лагеря, проезжая по 30 километров автостопом с 25 килограммовыми гантелями в руках. Он продолжал тренироваться на протяжении всего периода обучения и в результате получил диплом преподавателя. Фрэнк устроился работать по своей новой профессии учителем математики во Флориде. К 1966 году Зейн выиграл практически все местные соревнования по бодибилдингу и захотел переехать в Калифорнию, так как это был единственный способ выйти на новый уровень. Однако у него просто не хватало денег для переезда. В том же году Зейн встретил свою будущую жену Кристин. Попав под влияние Фрэнка, Крис пошла по его стопам, занялась бодибилдингом и сама начала участвовать в соревнованиях. Было ясно, что у Зейна впереди большие свершения и огромный потенциал. После двух лет серьезных тренировок он выиграл соревнования «Мистер Америка» в 1968 году в Нью-Йорке, а затем обошел Арнольда Шварценеггера в соревновании «Мистер Вселенная» во Флориде, которое состоялось всего пару недель спустя. И Фрэнк и Крис так увлеклись бодибилдингом, что в конце концов они вместе решили, что им следует переехать в Калифорнию и посмотреть, насколько далеко все зайдет. По-прежнему, работая учителем на полную ставку, Фрэнк умудрялся совмещать свою трудовую жизнь и успешную карьеру в бодибилдинге, быстро становясь известным как обладателем одного из самых лучших телосложений всех времен. Он либо побеждал, либо занимал очень высокие места во всех соревнованиях, в которых участвовал, вплоть до 1977 года, когда он выиграл самый престижный турнир «Мистер Олимпия» и в течение трех лет подряд брал его вновь в 1977, 1978 и 1979 году. Более высокой награды в мире бодибилдинга не существовало тогда и нет до сих пор. Он должен был брать и четвертую статуэтку Сандова, но за два месяца до старта Олимпии 1980 года с Фрэнком Зейном случился неприятный инцидент, который чуть было не стоил ему жизни. Он подскользнулся возле бассейна, упал, получил травму и потерял много крови. После этого происшествия Зейн нуждался в постоянных посещениях больницы, рана снова и снова открывалась. Ему потребовалось две недели, чтобы взять ситуацию под контроль. Все это привело к общей потере около 8 килограмм мышечной массы. Зейн посоветовался с Арнольдом Шварценеггером по поводу того, стоит ли ему ехать на Олимпию, несмотря на травму. Арни заверил его, что все же он должен попытаться защитить свой титул, несмотря на отсутствие времени и малые сроки для восстановления. Зейн вспоминает этот разговор. К Арнольду часто обращались за советом начинающие бодибилдеры. Они позировали, а он указывал на их ошибки. Я помню, как позвонил ему вечером и спросил, что, по его мнению, мне следует сделать. А он ответил, тебе нужно поехать в Австралию и защитить свой титул. Зейн так и сделал, однако в конечном итоге проиграл именно Арнольду и занял третье место после Криса Диккерсона. Зейн, конечно же, знал, что он вряд ли одержит победу. Однако в следующем году он бойкотировал соревнования, полагая, что на Олимпии 80 Арнольд был не в лучшей форме и не заслужил победу. По мнению Зейна, Шварценеггер показывал позы, которые не были заказаны, играя только со своими сильными сторонами и отказывался демонстрировать свои слабые стороны. Финалом карьеры Зейна стал 1983 год, когда он получил еще одну тяжелую травму. Повредил плечо в аварии на велосипеде. Отказавшись выбывать из Олимпии, Фрэнк не разрешал врачам делать операцию и тренировался, преодолевая боль вплоть до соревнований. Зейн занял четвертое место и ему потребовалась обширная операция на плече, чтобы восстановить повреждения. Олимпия 83 года стала его последним соревнованием. После этого они с женой завершили выступление и сосредоточились на собственном бизнесе, открыли учебный центр бодибилдинга. Сейчас Фрэнк Зейн проживает в городе Сан-Гиего, США. Тренировки Фрэнка Зейна На протяжении своей карьеры Фрэнк Зейн использовал разные стили тренировок. Он легко приспосабливался и никогда не боялся пробовать что-то новое. Возможно, это и сделало его таким успешным. Когда он только начинал тренироваться, стиль его тренировок был довольно легким. Он стремился к большому количеству повторений для максимального тонуса мышц и проработки рельефа, однако, несмотря на то, что данный стиль сделал его невероятно сухим, это было не лучшим вариантом для победы в соревнованиях. Ему нужен был объем и легендарный Джо Вейдер сказал, что единственный способ добиться этого – тяжелые подходы и меньший объем. И это сработало. В результате Зейн выиграл три соревнования мистер Олимпи. В начале карьеры Фрэнк не делил тренировки на разные мышечные группы, а просто тренировал верх тела в один день, а низ в другой. На тренировку в верхней части тела он мог тратить до трех с половиной часов. И только после переезда в Калифорнию Зейн решил изменить стиль тренинга, чтобы больше соответствовать другим бодибилдерам. Все это предполагало более сфокусированный подход и ежедневную тренировку разных групп мышц. Фрэнк выполнял 10-12 подходов на небольшие группы мышц и 15-20 подходов на более крупные, постепенно увеличивая веса. Зейн очень много времени уделял тренировки пресса, выполняя от 400 до 1000 повторений. Иногда он возвращался в зал после основной тренировки, чтобы дополнительно поработать над мышцами кора. Что касается питания Фрэнка Зейна, то тут он был довольно консервативен и в питании, и в потреблении калорий. Он никогда не потреблял больше 3000 калорий в день и никогда не уделял слишком много внимания углеводам, а больше концентрировался на белке. Помимо этого следил за тем, чтобы здоровые жиры составляли не менее 25% его рациона. Подведем итог. Что повлияло на Фрэнка Зейна? Хотя журнал по бодибилдингу, который он нашел в школе, дал ему представление о том, как он хотел бы выглядеть, настоящим толчком к успеху была его собственная решимость. В интервью журналу Флекс Зейн вспоминает, что настоящий причиной, по которой он начал заниматься бодибилдингом, было его окружение. Вырасти в суровом городе было нелегко и поднятие тяжести уже в 14 лет было хорошим способом избежать неприятностей. У Зейна было не так много кумиров, однако он был кумиром для многих. Его запомнят, как икону золотого века бодибилдинга и обладателя одного из лучших телосложений всех времен. Не гонитесь за быстрыми результатами, тренируйтесь с умом и вы построите прекрасное тело, которое останется с вами на года, говорил Зейн. Важный урок, который мы можем извлечь из биографии Фрэнка, заключается в том, что вы не должны торопиться в своем прогрессе и использовать свои сильные стороны. Чемпион сам не раз признавал, что у него не самая лучшая генетика, чтобы приблизиться к размерам Арнольда или Сержа Нюбрея. Вместо этого он не торопился, продолжал тренироваться и менять свой стиль, чтобы выяснить, как должно выглядеть его тело и что лучше всего подходит для его фигуры. Он никогда не хотел быть огромным, поэтому стремился больше сосредоточиться на пропорциях, а это гораздо более трудный путь. Главное здесь проявить терпение. Фрэнк Зейн тренировался более 15 лет, прежде чем впервые выиграл Олимпию, а затем выигрывал ее трижды подряд. Он не спешил и всегда думал о долгосрочной цели, а не о быстрой победе. На этом все, друзья. Если это видео было вам интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!